Железнодорожная сеть Италии развита очень сильно, особенно на севере страны. На поездах и местных электричках по сути можно добраться до любой точки Апеннинского полуострова, а также на остров Сицилия. Кроме того, линии скоростных экспрессов связывают между собой основные города страны. Частота курсирования поездов целиком зависит от пассажиропотока в тот или иной город. Поэтому на период проведения массовых мероприятий, например, Венецианского карнавала, на основных вокзалах отправления, Милан, Рим, дают дополнительные поезда. Что касается местных электричек, связывающих в основном периферийные городки с региональным центром, то их расписание целиком связано с графиком работы людей. Утром, вечером и в будние дни электрички ходят чаще, чем в дневное время суток и по выходным дням. Совершив путешествие на поезде, удастся объехать всю страну, включая ее самые глухие уголки. Если брать популярные направления, то поезда связывают основные итальянские туристические города, Рим, Венеция, Флоренция, Милан, Неаполь, Бари, и, соответственно, из этих городов отходят каждый час, начиная с 6 часов и до с 20 часов до 22 часов, в зависимости от времени в пути. Это касается скорых поездов. К ним добавляются еще многочисленные местные поезда, которые идут медленнее, поскольку останавливаются на каждой станции, и экспрессы, проходящие расстояние в 600 километров между Миланом и Римом за 3 часа. Интересно. Итальянская поговорка гласит, если в городе нет вокзала, то это не город. И это действительно так. Даже населенные пункты с количеством жителей 10-15 тысяч человек имеют железнодорожное сообщение. Онлайн расписание отправления и прибытия поездов можно посмотреть на официальном портале вокзалов Италии, https www.araritrini.it, на итальянском языке. Последний ресурс дает актуальное расписание по всем ЖД станциям и сведения об опоздании или прибытии в более раннее время того или иного поезда. Билеты можно приобрести по интернету на указанном сайте, в обязательном порядке предъявив контролеру распечатку. Они также продаются в многочисленных терминалах на крупных вокзалах. Меню в этих терминалах на итальянском, английском, немецком, французском и испанском языках. На небольших станциях или при поездке за пределы Италии билеты следует покупать непосредственно в кассах вокзала. Обратите внимание. При этом лучше всего владеть итальянским или английским языком, поскольку объясняться на другом языке, в том числе, русском, в Италии затруднительно. Поезда Италии. Поезда в Италии делятся на экспрессы, 1-2 остановки в пути, скорые, 5-6 остановок в пути, и межрегиональные, идут со всеми остановками. В поездах первых двух категорий имеются вагоны 1-го и 2-го класса и вагон-ресторан. В межрегиональных классность отсутствует. Вагоны средне комфортабельны. В экспрессах место исключительно сидячее. Первый класс отличается от второго большим расстоянием между сидениями и наличием небольшого откидного столика, на который можно положить планшет. Однако разница в цене заметна. Еще одно удобство экспресса, в нем легко путешествовать с маленьким ребенком. На каждые два вагона полагается одно пеленальное помещение. В скорых поездах место только сидячее. В отличие от экспресса, пассажиры сидят не в едином салоне вагона, а в купе. Кресла очень мягкие и удобные. Первый класс отличается от второго лишь цветом кресел и внешним видом купе. Второй класс более потрепанный и неопрятный, чем первый. Важно, если экспресс опаздывает на час, то пассажирам положен возврат 50% от цены билета. Если на два компенсируется полная стоимость. В составах двух вышеупомянутых категорий имеются места для багажа. Межрегиональные поезда самые дешевые и долго идущие. Ехать на таком транспорте в течение нескольких часов – целая мука. Обитые дермантином сидения очень жесткие, спинка не откидывается, мест для чемоданов и сумок нет. Вагоны переполнены, так что приходится сидеть практически в одном положении во время всего пути следования. Электрички в Италии в основном предназначены для перевозки людей из пригородов и близлежащих к метрополису городков в этот самый метрополис, где они работают и учатся. Ходят электропоезда на расстояние, как правило, не превышающие 50 километров. Ездить на них строго не рекомендуется, особенно в раннее или ночное время. Именно там совершается свыше 90% преступлений на транспорте. Пунктуальность поездов в Италии зависит от региона. На севере страны, до Флоренции, они практически никогда не опаздывают. Но чем южней, тем ситуация становится хуже. Причины кроются в местном менталитете, потому что трудно объяснить опоздание на 5-6 часов при расстоянии в 250-300 километров и отсутствии в районе стихийных бедствий. Поезда на Сицилии – отдельная песня. Обновление железнодорожного парка прошло мимо этого острова и там до сих пор ходят поезда 50-60-х годов выпуска, медленные, неудобные, с запыленными окнами. Ходят они очень нерегулярно. Формальное расписание существует, но оно никогда не соблюдается. Поэтому передвигаться по Сицилии лучше на автомобиле. Интересно. К 2021 году ситуация, возможно, изменится. В прошлом году правительство Италии выделило значительные средства на модернизацию ЖД-парка. 10 отличий фирменного поезда от обычного. Стоит ли переплачивать опытные путешественники советуют, начинать свой путь обязательно с севера, постепенно, город за городом, спускаясь на юг. Так проще привыкнуть к тамошней непунктуальности. Курить в поездах и на платформах строго запрещено. Даже если некоторые местные вышли на станции покурить, то не стоит следовать их примеру, местная полиция, пощадив своих, обязательно оштрафует иностранца. Билеты проверяются не при посадке, а между, по мере движения поезда. Их необходимо сохранять до конца поездки. Контролеры могут заходить несколько раз в течение всего пути. Места в экспрессе и скором поезде, фиксированные. В межрегиональных поездах и электричках закрепленных за пассажиром мест нет, каждый садится там, где получится. В поездах любой категории разрешается есть принесенную собой еду и потреблять алкоголь. Это не является правонарушением. Два лучших способа передвижения в Италии – ногами в городах и на поезде между ними. Это быстрее, чем на автомобиле, если ехать на экспрессе, и живописней, чем на автомобиле, если ехать на скором поезде. Кроме того, в пути можно познакомиться с общительными и доброжелательными попутчиками.